Всем привет! Сегодня я планирую нарисовать вот такой сюжет. И, в принципе, этот урок должен был быть в прямом эфире, но по техническим причинам у меня это не получилось, поэтому он будет в записи. Меня зовут Ольга Котова. Если мы с вами не знакомы, то давайте познакомимся. Я живу в Греции, занимаюсь акварелью и в основном урбанскетчингом. И если вам интересен такой формат работ, если вам нравятся городские зарисовки различного, скажем так, характера, сюжета, то вы можете присоединиться к курсу по урбанскетчингу по ссылке на сайте Doodle & Sketch и, соответственно, посмотреть для себя сюжета и определиться, интересно ли вам порисовать вот такие вот сюжеты. Курс довольно-таки объемный, там 12 уроков и теория, и практика, то есть вмещает в себя, в принципе, все, что необходимо для того, чтобы разобраться в основных каких-то терминах относительно композиции, относительно смешивания цветов и палитры, перспективы, фигуратива, каких-то моментов, касающихся тона. Ну, в общем, много-много всего, штриховка и так далее и тому подобное. С трейлерами можно ознакомиться, опять-таки, на сайте и коротко для себя каждый урок понять. Сегодня же мы рисуем вот такой сюжет, это Европейская улица такая, она довольно интересная с точки зрения света и теней, референс, соответственно, вы можете видеть. Рисовать я буду, значит, материалов у меня довольно-таки ограниченное количество, я имею в виду и цветовую палитру, и в целом, то есть вам понадобится карандаш, если вы будете использовать его для построения, ластик, соответственно, лайнер или перьевая ручка, я буду использовать лайнер 03 или перьевую ручку, гелевая ручка белая, не обязательно, можно использовать белила, и я буду использовать браш-пен, это тонкая такая кисть с подачей черного цвета, чернил черного цвета, она хороша уже после работы, так как она не водостойкая для каких-то акцентов. Бумага, на которой я буду рисовать этот скетч 300 грамм плотностью 17 на 24 размер, это склейка холодного прессования среднее зерно, можно, поскольку эта склейка не обязательно закреплять скотчем, если с точки зрения рамки эстетичности вам хочется обозначить какую-то рамку, то, в принципе, это можно сделать и закрепить скотч. Разберемся сначала с референсом, поговорим про цветовую палитру и, соответственно, начнем построение. Касательно референса, почему этот, собственно, референс? Потому что мне нравится акцент вот на этих белых козырьках, скажем так, находящихся вот в левой части фотографии, и, собственно, вот нам важна вот эта вот часть, и вот эта вот часть, где тени у нас есть свет, соответственно, показать эти тени. Давайте условно попробуем разделить, я вот уже когда рисовала в прямом эфире, разделила, но, тем не менее, условно, если разделить лист на третий, то есть вот у нас пойдут одна треть, вторая, три части, соответственно, если говорить о том же золотом сечении правил композиции, если разделить приблизительно лист по вертикали тоже на третий, то мы увидим, что у нас композиционно как раз на вот эту вот фокальную точку попадает в наш обзор вот эти вот светлые пятна, яркие, освещенные светом. Здесь у нас как раз попадают вот какие-то тени, которые мы хотим показать, ну и, соответственно, вот тут у нас будет такая небольшая группа людей с вот этим вот объектом, я не буду его убирать, вот этот вот вазон или какой-то элемент с цветами, да, клумба такая небольшая, которая нам позволит тоже как бы подчеркнуть вот это все. С точки зрения построения, в принципе, здесь сложного ничего нету. Мы наметим себе в карандаше основные какие-то моменты, а потом уже проработаем все лайнером. С точки зрения людей, в принципе, их здесь немного, что следует отметить, что линия горизонта, то есть мы знаем, что у нас линия горизонта на уровне наших глаз, то есть, соответственно, не на уровне верха главы, а именно вот на уровне глаз и нас, и вот этих людей, то есть, соответственно, линия горизонта, если бы мы ее видели, она вот у нас где-то там, вот на этом уровне. Здесь немножечко присутствует наклон, то есть мы видим, что чуть-чуть улица уходит кверху, и там уже она сокращается в перспективе. Соответственно, вот точка схода на линии горизонта от вот этих зданий, она будет уходить куда-то туда. Далее по козырькам, то есть построение козырьков может быть, если какие-то сложности, то есть тут тоже, в принципе, линейная перспектива. Если мы посмотрим на этот стол, то мы себе визуально можем прочертить линию здесь и линию здесь. Также у нас эти козырьки, то есть они, соответственно, у нас тоже вот эта линия нижних козырьков подчиняется вся и уходит вот туда куда-то. И, соответственно, вот эта линия у нас следующая при построении, и вот у нас эти линии все там где-то сойдут. То есть все вот эти вот линии, они параллельно будут расположены. Так же, как линия стола, которая находится с этой стороны, она будет параллельно вот этой вот линии построения вот этих вот элементов. Касательно деталей. Деталей здесь мало, мы не будем прорисовывать каждое окошко, в этом нет никакой необходимости. То есть у нас основная задача, если хорошенько прищуриться, выделить для себя основные светлые объекты. То есть у нас самое светлое. Да, источник свет у нас вот здесь. То есть, соответственно, у нас свет светит отсюда. И вот он освещает вот эти части, и вот эти части у нас находятся в тени. Здесь у нас самое темное пятно, здесь у нас самое светлое. Вот это пятно тоже у нас светлое, на него попадает максимально свет с той стороны, захватывая козырьки вот эти. Но надо иметь в виду, что все-таки по тону они разные, но вот максимально светлые пятна – это вот эти. Максимально темное пятно – это вот эта вот часть. Здесь у нас опять будет просвет зданий, которые находятся за этой аркой. И здесь у нас уже такая средняя тональность, которая вот у нас, собственно, здесь приблизительно одинаковая. Самые темные объекты также, которые у нас просто по форме, они у нас не видны, даже вот если референс учитывать, что эта фотография более темная, это у нас вот эти вот козырьки от крыш, которые тоже у нас будут такими темными пятнами. Но во всем остальном, в принципе, как я уже говорила, вот оно темное пятно, здесь тень, здесь у нас будут светлые пятна, здесь у нас будет свет, здесь свет, и вот тут тоже у нас все освещено. То есть нам надо показать красиво вот эти тени. Если вот взять пример того, что уже рисовалось, то есть мы видим опять-таки, что вот это у нас освещено, вот это освещено, вот это светлое здание, и вот они, эти тени вот так вот у нас тут пошли, пошли, пошли. Здесь самая темная часть под этими козырьками, там тоже, кстати, можно обозначить каких-то людей незначительно. Вот этот вот элемент в виде цветочного какого-то горшка, и, соответственно, здесь у нас тоже будет свет. По поводу палитры. Палитра не должна быть привязана к моей, потому что, в принципе, у каждого своя палитра, и нет никакой необходимости следовать точно искать цвет, которого у вас нету. Его можно или получить самому, или взять похожий. Но так визуально, это у меня здесь лимонное желтое, неаполитанское желтое, хинокридон золотой, использоваться он не будет в работе, охра желтое, хинокридон сиена, вы можете использовать сиену женой, они идентичны, этот более красный просто. Здесь у меня ван дайк, это тёплый красный перманент red light, здесь у меня холодный красный, это rose mother. Здесь у меня moon glow, он такой фиолетовый, скажем так, но, в принципе, вы можете смешать ультрамарин с холодным красным, или что-то такое, и получить тот же фиолетовый для теней. Здесь у меня verdeter blue, он такой немножечко разбелённый голубой, тоже не обязательно, здесь у меня фтало blue, здесь у меня ультрамарин, здесь у меня серая пейна, это если вот из совсем тёмных, и здесь у меня есть сапгрин, и здесь у меня есть фталогрин. Сапгрин, если у вас есть фталогрин и жёлтый, в принципе, не обязательно, опять-таки, можно смешать из фталогрин любой зелёный, потому что основной компонент почти всех зелёных, это как раз фталогрин или изумрудная. Стакан с водой, салфетки, соответственно, бумага и кисти. Кисти можно использовать любые, которые удобны и привычны вам. Я рекомендую использовать одну большую кисть, одну маленькую. Соответственно, для более крупных заливок выдаёт большая, для детализации маленькая. Особого набора кистей не нужно. Важный момент, что при построении графическом вам нужен будет лайнер или гелевая ручка водоустойчивая, или чернила, если это перевая ручка, водоустойчивая, или просто шариковая ручка, в большинстве своём они не текут. Но вопрос, чтобы у вас всё это не растеклось, потому что если всё это начнёт размываться водой, то эффект, который нам нужен, не получится. Вот, собственно, основные моменты. И давайте уже приступим к построению нашей истории. Итак, я лист уже закрепила на планшете скотчем, чтобы просто было как-то поэстетичнее. Если вы чувствуете уверенность какую-то в построении сразу лайнером, я рекомендую пробовать это делать сразу лайнером, потому что, ну, и для вашей руки это более будет привычно в дальнейшем, и, в принципе, ну, это никогда не помешает. Давайте сейчас наметим просто основные формы, чтобы нам закомпоновать и понимать, что у нас всё помещается и не происходит никаких проблем. То есть у нас, даже если взять референс, можно посмотреть и понять по перспективным каким-то моментам. То есть если у вас, например, есть какие-то с этим сложности, можно всегда прикладывать карандаш или ручку и смотреть наклон линии. То есть вы можете определить, в принципе, для себя и переносить это на лист. Это такой неплохой, на самом деле, вариант, если есть какие-то сложности, скажем так, с построением. Вот у нас тут идёт одна крыша, мы её намечаем. И смотрим у нас, вот где приблизительно этот дом будет заканчиваться. Потому что у нас тут ещё столы, ну, вот где-то тут он и закончится. Здесь мы намечаем ещё одну крышу, то есть вот эту часть, где у нас балкон пойдёт. И, соответственно, уже уводим дом вниз. Здесь у нас пойдут наши вот эти вот зонтики. Здесь у нас балкон, можно его наметить в карандаше, можно потом прорисовать его. Здесь вот какая-то зелень. Можно потом его прорисовать уже лайнером, то есть нету, опять-таки, такой острой необходимости. Здесь у нас линия крыши. И сразу можно простроить следующее здание, то есть пока по формам просто пройдёмся, закомпонуем, поместится ли. Вот тут у нас торчит следующее здание, даже вот здесь, чуть подальше. И, соответственно, вот куда-то сюда оно уходит. Мы там его уже совсем плохо видим, плюс у нас какие-то тоже тени. Оно чуть повыше, соответственно. Ну и намечаем вот приблизительно досюда крышу. То есть смотрим, у нас тут ещё одна должна быть крыша, и вот этот вот фасад. Вот здесь у нас идёт такой небольшой, то есть мы видим вот эту часть крыши тоже, которая уходит вот туда. И здесь у нас пойдёт вот это вот следующее здание. То есть ещё одна крыша, оно чуть-чуть вот под наклоном. Ну и, собственно, всё. И вот здесь у нас уже пойдёт следующее здание. Опять-таки смотрим по формам. То есть давайте сначала наметим вот этот козырёк. То есть он у нас идёт, грубо говоря, если само здание пойдёт где-то вот здесь. Первым делом мы видим вот этот вот козырёк. Даже чуть поменьше, не такой широкий. Ну вот так где-то. Тут какой-то тоже есть элемент тёмный. Далее. Вот там ещё один козырёк, который приходится у нас вот сюда, вот попадает на вот это здание. Давайте его тоже отметим. Они все идут вот в одинаковом направлении, скажем так. Куда-то туда он уходит. Тут ещё какой-то тёмный элемент. То есть здесь просто формы намечаем. Нам не обязательно что-то там прорисовывать. А вот здесь, если смотреть, ну приблизительно в параллель балкона, чуть ниже идёт, чуть выше, точнее, идёт ещё один такой козырёк. Ну и всё. А там уже у нас это здание уходит вниз. И вот здесь оно где-то пойдёт. Далее. Крышу вот эти все элементы можно уже наметить в лайнере, соответственно. Здесь у нас находится труба. Намечаем трубу. Тут у нас тоже такие вот ребристые элементы крыши. Там, где труба, у нас идёт небольшой такой скос у фасада. можно его показать. Здесь тоже, соответственно, у нас идёт вот эта часть перед аркой. Пара окошек. Ещё окошки. Вот здесь окошко побольше. В окошке не углубляемся, то есть показываем просто окошки. Вот здесь у нас одно окошко ещё идёт. Тут какие-то элементы. И одно окошко у нас есть вот тут. Здесь у нас, собственно, расположен балкон. Его мы покажем. Тут у нас тоже какая-то есть труба. Но это, опять же, можно прорисовать, не углубляясь в детали потом уже. Ну и, соответственно, сам балкон. Далее. Окошки можно какие-то наметить вот здесь. Чтобы окошки смотрелись правильно, смотрим вот на эту линию построения. Соответственно, окошки будут строиться под тем же углом. Тоже сильно я тут не заморачиваюсь с окошками. То есть просто намечаю, что они там есть. И ладно. Вот здесь ещё одна окошка. Там, где у нас балкон. Ну, можно ещё вот здесь наметить, если хочется. Чуть поменьше его сделаю, чтобы оно не перебивало. Здесь какой-то козырёк расположен. Можно его показать. Сделать какой-то акцент. Там у нас будет тёмное пятно. Может быть, это какая-то входная группа. И можно сделать вот такой небольшой фонарик, но чуть-чуть его сместить. Вот в эту вот сторону. Чтобы он не уходил в окно. Далее. Возвращаемся сюда. Намечаем арку. Смотрим, где у нас арка. То есть у нас вот здесь приблизительно пойдут наши зонтики. Первый. Тут у него такая вот небольшая такая есть часть. И вот туда вот он уходит, как я уже говорила. крепление. Сразу можно наметить стол. И стол тоже у нас, соответственно, туда же уходит. То есть вот эта вот самая перспектива, про которую мы говорили. То есть вот туда. Если представить, что мы его видим, то вот он где-то там. А еще один зонтик. Он у нас расположен вот здесь. То же самое. Крепление. И еще один последний зонтик. Он у нас где-то вот приблизительно здесь уже будет заканчиваться. Тоже там буквально чуть-чуть видно какие-то вот моменты с этой стороны. Ну, там уже буквально условно. Далее, далее, далее. Далее намечаем арку. То есть видим на референсе, что у нас арка, то есть вот здесь темная часть, но она вот у нас вот здесь расположена. То есть после зонтика приблизительно на уровне вот этой вот линии у нас начинается построение арки. Она довольно-таки высоко. Намечаем условно себе эту арку. Тут какие-то темные моменты. Вот там у нас через арку видна какую-то темную часть. То есть там темно. И мы арку прямо уж прорисовать не будем. Вот мы ее нарисовали, наметили. Вот у нас появилась арка. Там в арке мы видим какие-то здания. Мы их тоже условно себе вот намечаем как-то. То есть нам не очень это все важно. И, соответственно, вот здесь у нас уже идет вот эта вот, собственно, дорога, по которой мы видим идущих людей. Здесь можно отметить вот такой вот элемент, который спускается, ну вот эта вот дорожка, которая идет к нам. У нее здесь тоже небольшой такой есть объем. Можно еще показать вот эти вот перспективные моменты. То есть это плитка. Здесь какая-то зелень. Можно ее пометить, можно не намечать. Ну и давайте сразу тогда уж простроим вот этот вот элемент. То есть где-то вот тут он у нас расположен. Намечаем он большой довольно-таки. Намечаем просто форму пока. Там уже в акварели. Прорисуем. От него вот здесь такая довольно-таки ощутимая тень. И здесь у нас пойдут какие-то цветочки, лепесточки. Здесь, кстати, плохо видно, но вот здесь вот продолжение идет вот этой растительности. Можно его, в принципе, показать. Оно вот сюда куда-то уходит. Далее люди. Вот здесь тоже есть такой элемент зелени. Можно тоже наметить. То есть просто себе условно, что вот тут идет форма, она такая на цвету будет. То есть мы видим на референсе, что здесь свет такой довольно-таки красивый. А дальше у нас пойдут тени. То есть вот тени от вот этих всех элементов такие. Тень от самого этого цветка падающая. Падающая от стола, соответственно. Вот тут может быть небольшая тень. Ну, то есть как-то так. Вот здесь можно сделать тень просто вот для интереса, для красоты. Здесь есть какая-то такая тень. Люди. Давайте наметим условно людей вот в этой части. То есть, как я уже говорила, голову у нас вот где-то вот тут. на уровне арки. Людей намечаем условно. То есть, ну вот представим, что вот возьмем вот этих, например, раз, два и три. Один у нас человек. Я опять-таки не пытаюсь повторить точно прям там этого человека. То есть моя задача просто показать, что там идут люди. Тут у него вот мы видим нога. Далее мы уже его не видим. У нас вот здесь расположена женщина, которая что-то фотографирует. Рука. Сам силуэт. Она в какой-то длинной такой рубашке. Голова. Она смотрит вот куда-то туда наверх. Плечо. Давайте, соответственно, дадим ей в руку вот этот вот телефон. Может быть, она там что-то фотографирует, не суть. Сумка. И ноги у нее там. У меня чуть-чуть она попадает на цветок, но это вообще не проблема. То есть, ну... Это не принципиально. Так, ну и давайте для того, чтобы разбавить еще одного вот здесь человека. Ну, может быть, тот человек тоже стоит. То есть мы видим его чуть-чуть. Буквально там какое-то, может быть, плечо. И я уже не буду его там дальше прорисовывать. Вот он там стоит и стоит. Дальше. Дальше вот здесь у нас тоже есть какие-то люди. Вот здесь у нас стоит мужчина. Боком, да, как-то у него там руки за спиной. Ну, то есть условно наметим, что там стоит мужчина. Вот. А вот здесь у нас могут люди какие-то находиться в тени. Буквально вот с этими столами. Может быть, они там что-то... Здесь можно что-то положить, то есть там что-то продается. Буквально условно сидячих людей наметить, просто силуэтами не прорисовываясь. Здесь у нас пусть будет уже совсем темно, поэтому мы не будем в какие-то подробности вдаваться относительно фона там и каких-то деталей в той части. В принципе, все. Что еще? Может быть, что-то забыли, что-то забыли. И вот здесь какие-то могут быть тоже, да, окна. Ну, так условно. Вот здесь можно наметить дверь. Тут у нас такой порожек. И, собственно, дверь. Мы там не видим какие-то ее детали. Ну, то есть условно намечаем, что там вход во что-то куда-то в это здание. Может быть, какие-то тоже элементы. Там что-то... Ну, то есть, ладно, все уже хватит. И теперь, значит, поскольку мы уже все практически прорисовали в карандаше, давайте возьмем лайнер. И чтобы не терять время, я чуть-чуть ускорю свои действия, потому что, в принципе, карандашный рисунок видно хорошо, то есть, а лайнер будет его в точности повторять. Когда мы будем уже делать какие-то детали, соответственно, мы это будем уже делать в спокойном режиме. Берем сейчас лайнер и вот эту всю картину точно так же, как у нас нарисовано, обводим лайнером. Прежде чем обводить, если что-то вас смущает, можно подправить. Меня, в принципе, все устраивает, поэтому я вот тут, единственное, у меня чуть-чуть линия ушла, а не туда. Вот таким образом. Все, берем лайнер, обводим. Все, берем лайнер, обводим. Все, берем лайнер. принципе мы закончили с лайнером и давайте сразу наметим провода вот здесь проходит пусть они будут уже как-то обозначены значит один провод у нас идет вот где-то вот таким образом ну и тут еще пара проводов так буквально создать какой-то шум городской но и собственно думаю все больше не будет искать уже мечет провода вот так нормально так и теперь убираем пластик берем и убираем весь карандаш который при построении был и уже переходим к акварели и так относительно лайнеры я все обвела можно работать лайнером как например я не очень люблю лайнер из которых такая довольно широкая линия можно какие-то линии вообще не доводить чтобы они были более легкие можно делать четкий контур то есть тут все зависит от ваших конкретно предпочтений вот именно в том как вы хотите это видеть если вам нужны четкие контуры какие такие моменты туда если вы предпочитаете более легкие линии то оставляйте соответственно их более легкими я сейчас провожу какие-то моменты вот здесь козырек чуть-чуть подправлю можно немножечко обозначить окошки какие-то элементы добавить ну то есть такой какой-то шум тут тоже какой-то горшок сразу хочу отметить вот эти места они тоже белые вот эти палочки мы их потом подчеркнем как бы ручка что они там тоже засветились начнем мы с неба здесь просто такое простое голубое не будем ничего усложнять то что не в небе в городе и можно взять обольт или ультрамарин в чистом виде как можно туда что-то добавить например там какой-то чуть-чуть холодного красного если вам хочется больше я возьму ультрамарин чуть-чуть его приглушу вот этим вердитер блу и прямо просто все это закрываю одним тоном беру сейчас кисть побольше чтобы мне было удобнее сюда можно заходить она будет темная если вдруг попала до этого это не страшно но такое негативное пространство будет создаваться для зданий небо будет их больше как-то выделять труба с этой стороны труба в тени можно сразу и закрыть кстати вот и собственно с небом можно закончить не будем что-то усложнять а для вот этих зданий цвет такой теплый он такой ну такой розово персиковый можно взять или железоокисную или какую-то вот сиену жженую и немножечко охра ее утеплить получится такой вот персиковый цвет мы его опять-таки будем варьировать прежде чем переходить к вот этому вот зданию сейчас возьму прям большую кисть чтобы мне не мучиться и а я хочу делать такую небольшую подложку света я возьму не полетанскую желтую можно взять охру желтую то есть что-то такое теплое желтое и заложить вот здесь тон небольшой то есть вот этот свет который мы видим такую подложку сейчас сделаем небольшую то есть чтобы у нас потом он проглядывал и нам задавал вот эти вот нужные какие-то акценты он все равно потом пригасится то есть не бойтесь как-то переборщить можно даже по трубе здесь пройтись ну то есть вот каким-то таким образом и сразу можно добавлять чтобы она плавно перетекала вот эту охру с красным так очень много охры то есть заложить какой-то такой тон здесь у нас вообще темно можно даже сразу добавить тот же ультрамарин то есть вот я сейчас смешиваю тот же цвет с ультрамарином и вот здесь уже в темной части закрываю все это сразу таким вот цветом то есть я сейчас делаю как бы и подложку и какие-то темные моменты но я не прорисовываю пока тени обхожу обязательно очень аккуратно вот эти вот зонтики потому что иначе они просто будут можно сейчас взять ван дайк или сепию с ультрамарином и вот в этой части сделать прям такой темный акцент не бойтесь если вам кажется это очень темным то есть он же все равно высохнет и будет светлее вот здесь у нас темно довольно таки то есть можно сразу тоже при помощи вот этого контраста подчеркнуть зонтики чтобы уже туда не приходите не заехать на них как-то вот тут у нас было окошко по референсу я его не буду делать потому что она будет уводить вот от цветов взгляда в принципе не обязательно нужно и вот до этой части то есть вот до этого окна можно задать по мокрым какие-то темные моменты и вот здесь у нас тоже довольно таки темное какое-то пятно я так понимаю может быть это тень от чего-то то есть ее тоже сразу можно обозначить то есть чтобы задать какой-то контраст у балкона где у нас будут цветы возьму кисть поменьше если где-то какие-то резкие переходы их можно растянуть добавляю опять вот этот теплый цвет ну то есть пусть она здесь все перемешивается и создается такая фактура небольшая потом мы здесь еще проложим тени чуть-чуть еще беру красный железоокисную можно придать вот здесь какие-то контрасты я хочу сейчас просто везде здесь сразу пройти чтобы мне потом уже туда сильно не возвращаться какие-то добавить может быть цвета необычные можно сюда же добавить ультрамарин вот эту часть затемнить пока здесь влажно это будет смотреться красивее еще немножечко сразу подчеркнуть арку она подсохла ну и тут уже если у вас бумага высыхает в принципе можно оставить это дело в покое чуть-чуть покажу вот этот тону трубы тут у нас такие как будто бы кирпичики если есть желание можно немножечко какую-то имитацию создать ну то есть просто здесь какие-то пятна может быть покапать не обязательно прорисовывать эти кирпичи небо наверное уже высохло я чуть-чуть пройдусь по крыше частично и затемню ван дайк ультрамарин то есть палитра ограничена ничего нового я особенно не принимаю не применяю то есть для темных мест это ван дайк с ультрамарином или сепия с ультрамарином для светлых мест это будет у нас или сиена или охара желтая вот тут у нас темное пятно ну и собственно все переходим теперь вот этому зданию потом чтобы здесь было проще или к этому можем пойти давайте это сразу закроем поскольку у меня этот цвет на палитре есть то есть я прокрываю сначала вот этим же остатками темным крышу он такая контрастная потом по ней еще пройдемся а дальше вот как я говорила у меня прямо на окна можно заходить охра железоокисный или можно сиена с охрой что-то такое где-то можно делать чуть похолоднее вот с этой стороны там больше тени то есть больше ультрамарина вот в этой части фонарик если прошлись по нему это не страшно здесь для контраста как раз можно добавить больше вот этого розового оттенка чтобы отделить ну и в принципе неравномерность покраски здания она красиво смотрится здесь можно взять немного опять ультрамарина подчеркнуть вот эту часть это у меня ультрамарин и железоокисная ультрамарин с сиеной можно взять вот здесь под балконом и давайте чуть-чуть добавим какой-то нейтральный цвет можно взять нейтрал тин можно взять вот у меня серая пейна с ультрамарином что-то такое темное и вот здесь сразу спускаемся аккуратно под вот эти белые козырьки на них не заходим обходим силуэты людей и пытаемся аккуратно их обойдя закрыть вот это все опять-таки силуэты людей если вы даже попали это не страшно почему потому что они все-таки находятся в тени и они у нас не будут такими светлыми поэтому можно даже вот оставляя какие-то части там вот где будет голова ставить светлыми а все остальное выйти вот на этот тон опять и тут добавляю железоокисную потому что все-таки там у нас вот это здание какие-то пятна могут быть более контрастные до другого цвета и здесь опять у нас будет более темная мы таким образом сможем как раз вот подчеркнуть наши столы где-то можно добавлять другого цвета пятна мы просто чтобы было поинтереснее заливка все-таки там тоже какие-то пробелы можно оставлять там что-то происходит то есть те же цвета добавляем чтобы не было какого-то вот разнопланового такого в плане тона момента но ультрамарин и железоокисное ультрамарин и серая пейна здесь можно чуть-чуть даже добавить ван дайк потому что вот уходим туда подарку там уже у нас тепло людей обходим немножечко затемнил вот здесь где стол здесь помним у нас цветок светлый будет и мы его оставляем вот здесь можно какой-то добавить красное пятно там что-то такое виднеется то есть вот этот момент мы стараемся обойти больше берем ультрамарина чтобы чуть-чуть сделать похолоднее вот в этой части ультрамарина сиена жженая чуть-чуть его пригасить и давайте сразу вот здесь покажем вот эти темные участки то есть вот эти вот тени которые мы там видели пусть они сразу прорисуются легкие пока такие формы тут можно сразу намекнуть на тень под столом вот в это она уходит и дальше берем этот же цвет которым мы делали вот это здание и прокладываем вот эту вот часть где у нас собственно асфальт земля а мы на людей можем на ноги заходить но они все равно темнее поэтому в принципе и вот тут пусть у нас тени плавно друг друга перетекут можно где-то для теплоты добавлять охру все-таки солнце вот в этой части особенно тут более тепло ну так чтобы было интересно на кувшин тоже на этот можно на горшок заходить чуть-чуть добавлю здесь теней и вот эту тоже тень беру больше ультрамарина можно сразу как-то обозначить она такая интересная пусть они будут более мягкие тени не хочу делать здесь прям такие четкие контуры и вот она пусть отсюда туда как-то уходит можно немножечко выбрать здесь то же самое я прям этим же цветом только чуть-чуть я опять добавлю леохор или неполитанты чуть потеплее сделать чтобы все таки была небольшая разница вот туда особенно в глубь обхожу обхожу немножечко цветок здесь можно сделать посветлее вот как то так здесь у нас порожек у него здесь темная часть можно сразу немножечко затемнить и вот здесь тоже можно при помощи ультрамарина и ван дайк сразу проложить такую тёмную линию если здесь еще мокро можно взять немножечко той же железоокисной ну вот у меня уже подсохло ну ладно чуть-чуть побрызгать только не попасть вот на эти прям столики на небо ну точно как-то это все летело куда-то задать такой эффект небольшой здесь можно тоже добавить вот этих красноватых тонов будет перекликаться и будет интересно далее чуть-чуть добавлю на эту трубу пока она у меня бросилась в глаза немножечко опять беру ультрамарин с ван дайк и можно ну какой-то такой намек совершить с окнами вот здесь еще подчеркнуть уголок балкона то что здесь светлое не пугайтесь мы потом это все поправим ну то есть просто задать вот окнам какой-то тон можно туда добавить ультрамарина все-таки какие-то могут быть стекла я особо с окнами тут не буду очень прям заморачиваться потому что еще прохожусь по крыше теми же цветами это ультрамарин и ван дайк так с окнами заканчиваю так что у нас остается вот туда немножечко ввожу вот этот более то есть немножечко добавляю ультрамарина что получился такой серый потому что мы видим контраст вот здесь на дороге то есть я просто ввожу вот здесь серый цвет где головы людей чтобы у нас вот туда в дорогу он ушел и сразу опять же чтоб не возвращаться я намечаю немножечко вот эти вот здания вдалеке пусть там все это перетекает одно в другое где-то можно там варьировать тон и добавлять более теплый цвет где-то он более такой приглушенный то есть нам надо просто чтобы вот это плавно перетекло вот сюда окрас ультрамарином вот здесь можно добавить чтобы здесь все-таки темная какая-то часть ну как-то так так и возвращаемся вот этому зданию оно такое интересного цвета я возьму прям лимонный то есть берите какой-то холодный желтый и давайте его вот так вот прям прокроем полностью лимонным преимущественно с этой стороны и вот здесь чтобы она у нас также светилась как на референсе мы просто это все размоем и он будет в этой части светлее можно где-то вот еще добавить объема и пройтись уже теплой охры вот здесь чуть-чуть какие-то может быть элементы так теперь мы все это можем просушить с этой стороны пока здесь сохнет и можем ввести сразу теневую вот эту часть пусть будет охра с ультрамарина ван дайк или ультрамарина сепи но какой-то темный цвет проверить чтобы у вас высохло небо и вот это все смело закрываю но смотрю чтоб у меня опять же сильно в желтый все это не потекло то есть если опасаетесь можете просушить потому что вот видите сейчас краска она естественно побежит туда это не страшно почему потому что там все таки тоже не сразу идет светлый цвет а мы тут какие-то элементы затемнения поэтому в принципе пусть она даже там побегает можно взять для разнообразия немножечко сиены жены и просто вот так вот влить ее сюда чтобы этот переход был более интересный вот здесь можно выбрать и оно как раз засветится так как нам это нужно если где-то видите что недобор по тону вот в плане вот этих пузырьков потому что они все-таки довольно таки контрастные сразу можно их уплотнить чтоб уже не возвращаться вот этот элемент здесь какое-то пятно тоже можно показать окошки сделаем потом потому что как я уже говорила сейчас еще окошки потекут это уже будет не очень хорошо ну и вот здесь тоже можно немножечко какие-то задать контрасты так все теперь точно уже вот это все надо просушить и мы можем здесь чуть-чуть я добавляю на балкон каких-то там тонов нейтральных которые есть у меня на палитре то есть можно все что угодно просто чтобы не было такого яркого контраста здесь у нас будет цветок пока сохнет вот эта часть можно пройтись чуть-чуть ультрамарином по окошкам так довольно нейтрально размыть просто какой-то им задать тон и потом уже мы займемся соответственно зонтиками людьми тенями завершим уже работу так вот здесь еще я чуть-чуть добавлю уже по сухому почти сиена жены и и той же смесью вандайка ультрамарина я вот здесь уплотню дверь здесь какая-то табличка можно добавить тоже темные какие-то элементы то есть ту же сиену почему нет намекнуть на горшок вот здесь цветочный тут у меня серая пейна или можно взять опять-таки ультрамарин и сепию ну вот какие-то задать контрасты и в этой части потому что как я уже говорила они там есть тут уже подсохло можно полусухой кистью намекнуть на окошке я вообще не буду здесь прорисовывать не считаю нужным просто даже как-то углубляться в эти моменты все и теперь переходим уже к непосредственно зонтиком и вот ну вот этим вот навесом и людям в плане зонтиков у нас тут довольно таки простая задача нам нужно они белые и мы их не будем никаким цветом прокрашивать мы просто покажем тени и эти тени соответственно нам и зададут форму единственное что можно взять или неаполитанку или ухру и вот вы видите что все-таки какой-то тон вот у этих зонтиков есть вот здесь небольшой намек можно сделать на этот тон будет интереснее на той части которая у нас вот в этой тут даже знаете какие-то я лично вижу розоватые тона то есть можно тоже там проложить немножечко здесь прям такой рефлекс какой-то фиолетовый и вот здесь чуть-чуть тоже я беру охру чуть-чуть можно какой-то задать тон буквально вот минимум чтобы все-таки просто ну хоть это и скетчем какие-то рефлексы показать это будет интереснее так же как вот здесь чуть-чуть мы видим тоже какие-то темные тона а здесь так вообще они такие вот фиолетово-розовые ну и пусть будет пока здесь подсыхает чтобы у нас тени не пошли не растеклись тени будут довольно таки четкие я возьму сейчас займусь вот этим кустом беру или сапгрин можно взять какой-то яркий зеленый показать именно цвет можно взять лимонный чуть-чуть сделать более ярким и вот здесь так вот оставляя даже где-то какие-то просветы и пробелы я этим цветом прохожусь далее сразу беру какой-то темный можно взять в тала грин добавить в него сиену жоную то есть какой-то такой цвет чтобы получился можно даже ультрамарин чуть-чуть и сразу пока здесь мокро ввожу вот этот цвет туда то есть чтобы он у нас сравнялся вот с этим формам который мы там видим у нас тут все-таки довольно темно больше можно добавить ультрамарина и вот сюда или тот цвет которым например мы прокладывали тени то есть можно взять опять таки ультрамарин сиеной жоной он у нас был для теней и немножечко тени вот эти уплотнить сразу не сильно потому что все-таки мы их уже проложили но пусть будет вот такой более контрастный вариант с тенями потому что они там все-таки более контрастные ну вот таким образом так и теперь можно заняться непосредственно тенями на наших козырьках беру я сиену жоную опять с ультрамарином можно сиену жоную взять точнее можно взять ультрамарин с холодным красным тени холодные то есть вот прям там они такие практически мы видим синие ну вот что-то такое и ищем вот такой приблизительный цвет получается это ультрамарин немного сиены жоной и холодный красный можно даже чуть чуть больше добавить ультрамарина вот так и поехали пропишем тени одна тень у нас идет вот здесь таким треугольничком тут надо просто чуть-чуть сосредоточиться на этих тенях вот здесь у нас такая темная тень и какие-то такие намеки на даже можно немножечко здесь добавить более теплый тон вот здесь я прохожусь сиеной жоной с той же смесью которая у меня была вот ультрамарин для теней немножечко смягчаю вот здесь края вот этих вот намеков на тени чтобы оно все-таки было такое более плавное аккуратно прокладывают здесь тень далее вот здесь у нас тень такая треугольная а вот здесь более теплая то есть я просто когда более теплая тень добавляю сиену можно взять кисть поменьше если не очень удобно и вот здесь подразмыть чтобы она была мягкая и последняя тень у нас холодная вот у этого вот козырька можно даже вот так вот сделать так готово вот тут получилось резковато можно чуть-чуть всегда сгладить далее они еще высохнут и соответственно станут светлее для скетчинга кстати мне кажется целлюлоза подходит чуть больше с точки зрения вот именно такого простого скетчинга с точки зрения того что все-таки выбрать на ней проще и сохнет она быстрее поскольку все-таки у нас тут задача нарисовать максимально все просто и быстро а тут я просто сухой кистью делаю намек на вот эти вот ну скажем так чуть-чуть теплого холодного красного добавлю на вот эти вот складочки здесь у нас тоже темно можно взять какой-то темный тон и а вот здесь еще раз подчеркнуть какие-то моменты темные здесь тоже добавить контраст вот собственно на этом я наверное остановлюсь в плане столов чтобы уже не перегружать далее переходим вот к этому кусту и к людям куст я беру опять-таки яркий зеленый какой-то сапгрин например вот в эту часть где свет а дальше уже буду вводить более темный зеленый у меня это в талагрин с сиеной жены и вот начинаю прорисовывать какие-то теневые моменты тоже не особо тут прям поддаюсь в детали здесь тоже у нас было что-то зеленое можно намек какой-то на эту зелень дать там растет и пусть растет пока все это мокрое я беру ярко-красный цвет можно взять холодный можно тёплый смотрите сами и намекают он какие-то цветы и в принципе достаточно с этим цветком вот этот персонаж у нас темный можно вообще взять серую пейну или например вот опять-таки сепию с ультрамарином что-то такое оставляю светлая часть сверху потому что там светится вот этот вот элемент а здесь закрываю темным он прям вот такое контрастное пятно где-то можно поправить форму если что-то пошло не так и вот здесь четкие такие линии для большего интереса вот здесь можно чуть-чуть подвыбрать можно добавить какой-то интересный тон ну чтобы просто было более разнообразно вот чтобы сейчас у нас не выбивался сильно вперед мы покажем людей беру маленькую кисточку беру сиену жёную и прорисовываю сначала вот лица которые мы где-то можем видеть чуть-чуть они могут как-то торчать вот здесь допустим здесь сидит человек может быть здесь то есть так буквально условно рука ну то есть там где есть руки можно сделать какие-то намеки на руки тут у нас лето вроде как можно взять вот такой нейтрально-серый и вот эту женщину обозначить ей одежду вот таким цветом можно немножечко добавить ультрамарину здесь где у нее темные пятна в складках вот здесь вот где шея вот сюда у нас попадает свет можно как-то наметить ей волосы намеком потому что формат у меня небольшой можно наметить сразу волосы вот этому персонажу давайте его сделаем таким светлым чтобы он как-то у нас перекликался с нашими зонтиками вот в этой части его можно затянуть ну то есть кто-то здесь стоит давайте сделаем ультрамарином шорты для женщины пусть они как-то выделяют чтобы все не было одной такой сплошной серой массы можно сделать ей яркую сумку ну чтобы был какой-то акцент если кажется что слишком яркая можно добавить чуть-чуть темных тонов чтобы пригасить здесь у нее пусть будет телефон поскольку она в шортах мы вот здесь у нее видим ноги можно намекнуть немножечко на ноги сиеноженая так кто у нас тут еще с ногами мужчина вот этот я тоже возьму что-то голубое и так довольно легко закрою ему одежду а снизу я ему сделаю темную одежду темные брюки вот так если здесь чуть-чуть не хватает может быть какого-то тона можно его добавить так прохожусь немножечко ультрамарином с ну чем-то таким холодным который мы брали здесь серый можно взять ультрамарин и сиеноженую чуть-чуть подчеркнуть тени которые там видны там какие-то могут быть тени а вот здесь тени которые как бы ложатся на наш бордюр мы сейчас возьмем вот такой цвет который у нас был везде в тенях ультрамарин сиеноженая что-то такое и покажем тень вот от этого вот горшочка и мы видим что она у нас вот уходит на бордюр здесь тоже можно показать какой-то намек на тень от чего-то чуть-чуть затемню порожек вот этот так а далее может немножечко сделать каких-то теневых намеков и заодно показать перспективу вот там это не обязательно делать прям четко ну вот какие-то такие нанесли и тут же можно подразмыть и теперь заканчиваем все это дело тенями основными которые у нас проходят по зданиям возвращаемся на секунду буквально вот сюда и делаем такой намек светлым каким-то ярким зеленым на цветы вот здесь на балконе темным соответственно затемняем снизу потому что здесь у нас тень оставляем таким образом все это и я теперь очищаю палитру чтобы меня не смущали никакие цвета и буду уже прописывать тени которые у меня идут по всему зданию и соответственно я беру кисть побольше чтобы мне было попроще их прорисовать цвет для теней у нас остается тот же вот который я показывала на выкраске беру кисть побольше чтобы побыстрее это сделать и соответственно беру ультрамарин сиену жёную и немножечко холодного красного лучше себе сразу подготовить побольше цвета чтобы не было такого что проводя какой-то там тень вы вдруг поняли что краска кончилась потом надо повторить этот же цвет либо можно взять какой-то готовый фиолетовый так и смотрим внимательно на референс то есть вот у нас идет эта тень сложная такая вот в эту сторону вот так вот так вот так и туда приходит можно немножечко оттенить вот это здание если допустим вам кажется что здесь чуть-чуть не хватает мы сейчас проведем основной тень а потом посмотрим то есть вот она у меня идет вот сюда к окну вот сюда проходит под козырьком здесь она уходит вот туда я прям смело вот это все закрываю от балкона сразу тоже пошла вот так тень и тут какие-то тонкие тенюшки и вот туда она уходит вот здесь я хочу добавить немножечко каких-то цветов коричневых пусть будет и идем дальше уходит вот сюда эта тень вот здесь у нас тоже я уже говорила более темная тень но здесь можно тоже какие-то неровные намеки на тени сделать вот сюда я чуть-чуть уводим здесь делаем ее более мягкой вот уже от балкона вот в этой части и вот здесь все закрываем тоже этим цветом пусть она уходит в ту сторону и добавляю чуть больше ультрамарина и пошла она у нас вот сюда так это много ультрамарина так пошла она у нас вот сюда вот здесь у нас остается светлая часть доводим эту тень соответственно до зонтиков до вот этой вот крыши арки прошу прощения вот здесь можно ставить какой-то пробел вот здесь мы ее более делаем мягкой и вот здесь я здесь добавила просто сиены жены чтобы какой-то был акцент вот здесь у нас также идет эта тень и она вот такой создает треугольник я просто смотрю какой она формы и делаю то же самое вот прорисовали здесь тени немножечко еще затемню вот эту часть где крыша если хочет каких-то интересных эффектов можно сбрызнуть водой все это дело можно сбрызнуть сиеной пока мокро вот здесь можно чуть-чуть оставить посветлее там такая фактура у кирпича ну намекнуть на нее прям кистью вот так далее здесь у нас уже не будет тени я здесь ничего не делаю здесь я уже тоже ничего не делаю и вот здесь я все-таки легким-легким слоем вот буквально вот здесь под крышей по окошкам немножечко затемню пусть будет более такой приглушенный цвет все-таки он там в тени так что у нас остается тени мы проложили здесь у нас чуть-чуть поконтрастнее тень о это было зря тем же цветом то есть я вот здесь еще чуть-чуть намекаю на вот такой какой-то не знаю какое-то там темное пятно смываю кисть и чуть-чуть все это размываю чтобы у нас как-то вот отделилась чуть-чуть вот это здание тут балкон может быть там что-то от цветов резко это не делаю так намеком так что еще что еще можно чуть-чуть затемнить под крышей в принципе я думаю что на этом можно остановиться сейчас необходимо работу где-то если вот какие-то сильно белые пятна вы это просто проходитесь по ним и выравниваете их соответственно вот тут чуть-чуть я подправлю арку так чуть-чуть затемню потому что все же там какой-то объект что ли еще один есть нужно вот так просто сделать и соответственно полностью просушиваем работу и можно сказать что она закончена мы сейчас просто пробежимся лайнером белой ручкой да и какие-то сделаем акценты но по большому счету в принципе мы закончили и так у меня работа высохла почти я сейчас поработаю над контрастами какими-то и собственно можно считать ее завершенной я начну с того же лайнера с которого я начинала и просто пока намечу какие-то моменты которые необходимо подчеркнуть вот здесь где балкон я чуть-чуть подчеркну какие-то детали вот здесь у нас труба можно чуть-чуть по ней пробежаться далее крыша еще раз подчеркну вот этот вот уголок и вот эту часть немножечко сделаю контрасты на трубе здесь можно сделать какие-то намеки на более четкие линии опять же если вам кажется что у вас все уже собралось и в какую-то вот картинку то можно этого не делать если вам нравится добавлять какие-то дополнительные акценты то можно подчеркнуть какие-то вот дополнительные моменты с помощью лайнера сделать вот здесь более четко людей вот эти люди у нас остались довольно таки светлыми учитывая что они в тени поэтому можно просто их немножечко про штриховать то есть добавить вот именно тона за счет штриховки и у нас тогда будет более приглушенная вариация уже людей находящихся там где-то вот на дальнем плане немножко я по штриху и вот здесь тоже стол да на столе у нас тоже были какие-то элементы я уже убрала краску но в принципе это не проблема можно добавить какие-то акценты вот например красные ну то есть просто намекнуть что у нас что-то здесь на столе лежит ну и заодно можно немножечко приглушить людей я имею ввиду их тон чтобы они все-таки так сильно не выдавались вот далее я беру браш пен и я уже говорила и повторюсь что мне кажется такая находка для скетчинга потому что он действительно дает вот такую живую линию которая позволяет придать очень интересные эффекты вот я например сейчас проведу вот здесь по арке суть его в том что вы можете делать то есть это кисть тонкая как тонкую какую-то линию так и более толстую широкую какую-то штриховку вот соответственно мы намекаем на парку вот как раз можно подчеркнуть окошки сделать более контрастной крышу какие-то элементы на посаде вот здесь можно немножечко подчеркнуть вот этот элемент дверь какие-то моменты вот здесь под балконом здесь более такие темные они да под этим балконом а вот здесь где у нас крыша можно сделать какие-то интересные эффекты козырек у меня он уже по моему подходит к концу заканчивается что еще можно сделать вот здесь можно сделать небольшой контраст где-то где мы показывали волосы так что у нас еще здесь есть можно немножечко вот это окошко оттенить так ну и думаю что в принципе все чуть-чуть подчеркну вот эти окошки так достаточно теперь беру или белую гелевую ручку или такой же брашком только белый и вот задаю какие-то блики можно добавить какие-то небольшие просветы вот здесь на крыше он не будет сильно ярким он такой довольно таки приглушенный в итоге становится где-то пройтись по окошкам вот здесь но здесь в принципе мне кажется все нормально можно немножечко добавить вот здесь бликов то есть он видите а как бы приглушается вот здесь где дверь можно добавить какие-то блики далее чуть-чуть можно пройтись вот по этим элементам если кажется что очень ярко можно всегда кистью все это дело сгладить и и если хочется еще какой-то такой вот ну скажем так жесткости линии можно добавить опять-таки брашпен вот здесь чуть-чуть фактуры где тени у людей чуть-чуть я еще здесь уплотню вот где цветок здесь такой явный контраст вот собственно все Снимаю сейчас скотч аккуратно, потому что моя бумага к скотчу относится очень напряженно. Вот такой у нас получился в итоге результат. Я думаю, что передать идею самого референса, то есть вот такую историю, получилось. То есть у нас, повторюсь, основная наша цель была передать именно контрасты, свет, тени, вот это яркое пятно, и показать какие-то, ну скажем так, формы вот этих вот городских зданий и сооружений, которые вот у нас как бы дают эти контрасты. Мы показали тени, мы показали свет, показали вот этот вот наш главный уголок с какими-то действиями, людьми внутри, показали людей, гуляющих по городу, зеленый вот этот вот цветок. Можно, кстати, его сделать поинтереснее, если взять белую ручку и просто вот какие-то добавить, ну такие блики, точечки, то есть что-то вот такое здесь потыкать просто. Ну так довольно хаотично, может быть какие-то намеки на цветочки, на листочки, на лепесточки. И, собственно, мне кажется, что в целом идею передать удалось, и если, повторюсь, вам такие сюжеты, и не только такие, потому что курс состоит из разных сюжетов, интересно, заходите на сайт Удландскетч, и можете с ними ознакомиться и выбрать для себя то, что вам наиболее понравится, и порисовать вместе со мной. Если будете рисовать этот сюжет, обязательно отмечайте меня, и я думаю, что у вас все получится, будет интересно, будет весело, просто и так далее. А в данном случае, когда я рисовала этот сюжет, я это все делала не спеша, потому что все-таки это урок, и я считаю, что урок должен соответствовать скорости прослеживания рисующего и не вызывать каких-то постоянных остановок видео, то есть чтобы идти в ногу все-таки с человеком, который рисует. Поэтому я не думаю, что должны быть сложности по скорости, по подаче какой-то информации, и постаралась максимально подробно объяснить все свои действия и, в принципе, принципы и какие-то основные моменты в этой работе, то есть что было важно здесь и как, собственно, этого добиться. Спасибо вам большое за внимание, приятного вам рисования, обязательно делитесь своими работами, если будете рисовать, и желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok